Приветствую всех дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Никита из RevolverLab.com И сегодня в этом видео мы с ним поговорим о выставке МВЦ, Windows Phone, может быть еще о Windows, ну и еще какие-нибудь темы затронем Главное нам уложиться в 15 минут, первую часть вы можете посмотреть на канале RevolverLab.com Там мы говорили о Android, о Apple, в общем получилось довольно-таки интересно, должно выйти около 30 минут Итак, давай приступим! Хорошо, договорились, привет подписчики канала Apple Expert и друзья Дима Чеботаря Меня зовут Никита, как Дима уже сказал, я с YouTube канала сайта RevolverLab.com Ссылку на наш канал вы найдете в описании, я надеюсь Дима прицепит какую-нибудь аннотацию, по которой можно будет перейти и посмотреть первую часть нашего разговора Итак, Никита, давай поговорим о Windows Phone. Хочу сказать, что познакомился с Windows Phone я около года назад, двоюродная моя сестра купила Lumia 920 Поддержал для устройства, наверное, около 20 минут, познакомился с приложениями Честно говоря, после этого возвращаться не хотелось. Все-таки довольно-таки скучная операционная система, в которой мало что можно сделать Как ты вообще относишься к Windows Phone? С какими устройствами знаком? И что можешь порекомендовать тем, кто хочет попробовать Windows Phone? Смотри, первое мое знакомство с Windows Phone, точно так же, как и у твоей сестры, это был смартфон Nokia Lumia 920 Это был один из первых смартфонов, которые мне вручили на обзор, когда я пришел в RevolverLab Первое, что мне понравилось, это интересный и совсем необычный дизайн Ну, на Windows Phone вообще ничего делать нельзя Да, там вообще делать ничего нельзя, но я бы не сказал, что там особо что-то нужно сделать В плане самого дизайна рабочего стола и приложений, мне вот как раз этот момент и нравился Что, знаешь, люди, которые хотят умный телефон, смартфон с возможностью использовать приложения Сложные вычисления какие-то проводить на смартфоне и делать множество вещей, в том числе и в игры играть Но не хотят перегруженный интерфейс, то Windows Phone как раз для них Единственные минусы, которые вот были мной замечены тогда и они до последнего, как мы знаем, времени Еще сохранялись, это отсутствие центра уведомлений человеческого То есть уведомление приходит, его потом можешь где-то найти, посмотреть, его удалить А так обычно уведомления пролетали насквозь, это меня, конечно, раздражало Вот Непонятно где что И ты знаешь, я вот, ты меня сейчас спрашиваешь про Windows Phone и мне больше хочется сказать о каких-то приятных сторонах использования Потому что вот никто не отменяет и все прекрасно знают про скорость работы устройств на Windows Phone Там неважно, ну практически неважно, какое железо у тебя стоит В принципе, как у Apple, точно такая же ситуация с iOS Очень близко, да, потому что ты когда называешь характеристики какого-нибудь Windows Phone Человек с Android берется за голову и будет говорить, что это за кирпич Там ничего работать не будет, а на Windows Phone другая картинка, все бегает, все быстро, плавненько И мне, в принципе, близок и приятен этот интерфейс, вот если бы они исправили свои косяки, было бы вообще замечательно И они их некоторые исправили, вот мы знаем, что выкатили обновление Windows Phone 8.1 Попробовать его можно будет не скоро, конечно, не через год, но все равно Подождать стоит, там, по-моему, центр уведомлений наконец-таки появился, да? Да, вот, центр уведомлений Как раз таки долгожданный И там будет расширенная возможность, насколько я понял, кастомизации Чуть-чуть они дотянули А тоглы там будут для выключения Wi-Fi, авиарежимов, Bluetooth? Ты знаешь, я вот сейчас тебя не смогу услонить, потому что... Я тоже что-то не припоминаю, вроде новость читал, а что-то не отложилось А я видео смотрел вот так вот через плечо что-то И я когда увидел центр уведомлений, все, пошел танцевать присядку Все, сбылась моя мечта Вот, так что, в принципе, я Windows Phone уважаю Надеюсь, что у них все будет хорошо, потому что, когда два игрока на рынке Основных это не есть хорошо для потребителя Вот, и могу его посоветовать всем, кому нужна умная, но все-таки звонилка Простой интерфейс, быстрая работа и, возможно, какие-то приложения Ну да, Windows Phone как раз таки на это и нацелен В принципе, устройства на Windows Phone так же доступны, в принципе, как и Android устройства Буквально уже со 100 евро в Европе То есть там какая-то Lumia 520, по-моему, столько и стоит И вот за эти деньги, если покупать Android устройство, то оно не будет так плавно работать И это действительно главный плюс Windows Phone То есть там, в принципе, пихают, можно сказать, очень слабое железо Но его достаточно Как-то так Еще что я хотел бы спросить, это чем у вас пользуются в офисе То есть Mac, Windows или кто-нибудь даже и на Linux сидит Ну смотри Как у вас там? Начну с себя Я пользуюсь MacBook Pro 13-дюймовый Ваня Лучков У него MacBook Pro 15-дюймовый По-новее, чем у меня И по-мощнее у него топовая, по-моему, комплектация 2012 года Середина Я могу сейчас ошибиться с годом выпуска У него сейчас из постоянных аппаратов самый рабочий Это iPhone 5s, с которым он ходит Постоянно На который он подключил У нас, кстати, не знаю, знаешь, ты не знаешь Да, я видел это видео В ICDMA, да? Да, вот 3G интернет у вас Да, наконец-то, я бы сказал 3G интернет, потому что В Европе этого не понятно Мне вас очень жаль, реально Ну, так-так сложилось Я надеюсь, скоро все будет лучше И 3G наконец-то покроет всю страну И будет несколько операторов работать А она с этим С этой скоростью Так вот И второе его основное устройство На данный момент он ходит Samsung Galaxy S5 Получили уже на тест, да? Да, мы получили Сейчас вот как раз скоро будут обзоры Будет их несколько Потому что там много что есть рассказать Не хотим делать 20-минутный монотонный обзор Лучше разделим один обзор на несколько частей И вот так вот его вывалим До этого он ходил с Nexus 5 А еще до этого с LG G2 Ну и также у него есть Из планшетов у Вани iPad Air Да, iPad Air Точно, да До этого был Mini Отличный комплект Да, неплохой Так что в принципе В пользовании у него всегда Две операционки есть Это Android и iOS Дальше Влад У него MacBook Air Я точно не помню какого года выпуска Больше я не ковырялся в нем И iPhone 5 Также iPad У него, по-моему, четвертый Из Android Вот он как я Android приходит и уходит С ним задерживается на какое-то время Потом возвращается Чисто на тестирование Да, потом возвращается на рабочую лошадку iOS И все Начинается по новой У ребят наших в офисе Тут все гораздо А, забыл сказать Ваня иногда на Linux сидит Мы недавно узнали А он дома приходит Ему все нравится Я с Linux имею опыт работы Но сказать так, чтобы Это было удобно, понятно, приятно и быстро Я не могу Я могу, не потеряюсь Linux, Ubuntu особенно Вполне отличная система Вот я на ней два года сидел Работать вполне можно Все удобно По крайней мере, мне больше нравилось, чем Windows Я возвращаться не хотел И вот как бы с Ubuntu перешел на Mac И все мне было знакомо Все по сути то же самое То есть там этот же GNOME интерфейс То есть все сверху Также и приложения закрываются В общем, только положительные впечатления были Можно сказать Я бы даже вернулся, если бы пришлось бы на Ubuntu Без проблем Что касается моего набора Ну или давай ты закончишь Есть у вас вообще кого-то Windows Есть у нас Windows У невидимых сил Revolver Lab Есть Windows Есть также MacBook Pro Retina 2013 года Если я не ошибаюсь В нашем арсенале И основную часть работ по видео Мы выполняем на стационарном компьютере Специальный человек Вот все под Windows Но там характеристики какие-то безумные 16 гигабайт оперативки Несколько уже терабайт жестких дисков Это компьютером назвать тяжело Это монстр какой-то Давай пофантазируем Вот что будет завтра Если сегодня Apple испарится Вот все Нет ни продуктов Нет ни программных продуктов Ни айфонов Ни айпэдов Вот что будет делать Дима Чеботарь в этом случае Слушай, даже не знаю Какой-то странный вопрос Наверное, сяду за стол Открою бутылку водки И все И буду горевать Что еще можно сказать? Я не знаю Ну понятно, что ты погорюешь какое-то время На какое устройство ты перейдешь Подразумевается также и то, что и мои устройства исчезнут Ну да Так, ну я не знаю Ну давай, давай Андроид, как бы выбор между Android и Windows Phone Определен на Android Все-таки Windows Phone скучновато для меня Там вообще уже все органично А вот Windows или Упунт, Linux, даже не знаю На винте все-таки программ побольше будет, которые нужны Скорее всего придется на ту сторону перебежать Даже не знаю, как-то вот так А какой смартфон возьмешь конкретно, который я сейчас продажу Ну или будет через день Либо Nexus 5, либо HTC Ага Но не M8, точно не M8 Вот я не люблю вот эти кнопки, которые на экране Это прямо на тачскрине То есть сенсорные поудобнее будут Которые именно вот так вот, как на M7 То есть на Nexus 5 тоже мне это не очень нравится Даже не знаю Я понял Так что HTC One M7 Все Но Apple к нашему с тобой счастью не испарится Так что оставляй себе iPad и iPhone Это фантазия Да Говори, я тебя перебил, по-моему, со своим вопросом Да Значит О своей технике хотел я рассказать Значит Тот же M8, который я купил в 2011 году Он до сих пор у меня За эти три года практически с ним ничего не случилось Он по-прежнему прекрасно работает Единственное, что я с ним сделал Это проапгрейдил оперативку То есть так у меня стандартная базовая модель Core i5 4-х язерный 4 гига оперативки было И 512 мегабайт AMD Radeon 6700 какой-то там Его до сих пор хватает И я, в принципе, даже не планирую его менять В принципе, он может у меня остаться еще на 10 лет Потому что все свои задачи спокойно выполняет В принципе, я могу только докупить в комплект, я не знаю, Macbook Скоро уже в университет буду бегать Туда iMac же не возьмешь под мышку Ну да Да Как-то так придется Хотя я видел А так iPhone 5 Который тасканет собой iMac Ну это, скорее всего, в прошлом так было Чемодан еще специально делали Так вот, телефон iPhone 5 Правда, как видишь, я поменял кнопку Home На iPhone 5s Видно, не знаю Да, видно было Так-то он у меня уже потиху помирает Кнопка Power не работает Приходится пользоваться вот этой специальной фигней От Apple Assistive Touch То есть три раза нажимаешь по определенным действиям Включается в настройках И все, экран блокируется Иначе мне приходится минуту ждать Чтобы он просто автоматически заблокировался И планшет iPad 3 Опять же, тот же, который я купил в 2012 По-моему, да До сих пор радует До сих пор не хочется менять В принципе, зачем? Прихожу, смотрю фильмы на нем Иногда в интернете там сижу Игрушку какую-нибудь запущу Его вполне еще хватает И менять точно не надо Может, когда-нибудь созреют До покупки iPad Air 2 Или iPad Mini Retina 3 уже Пока это не требуется Да, но ты не про все рассказал Ну да, это все Нет, не все У тебя еще на руке Походу умный браслет какой-то Я никак не могу рассмотреть А, умный браслетик недавно мне прислали Так как понтовые компании не присылают Там Fitbit Flex, Job On Up Никак не выходит на контакт Хоть и не раз писал Но китайцы мне написали Очень похож на Fitbit Flex Этот браслетик Да, на Force скорее Может быть Стоит всего же 40 баксов И в принципе, выполняет все свои задачи Как надо Какие задачи? Окупает свои деньги Ну, как бы считает шаги Просчитывает примерно Количество потраченных калорий По весу, по росту Также ведется статистика в приложении Умеет он будить Ну и показывает, разумеется, время Но как бы Будет он не по умному способу Как у Job On Up Или Fitbit Flex А именно ты задаешь заранее настройки По которым он тебе должен будить Например, у меня каждое утро Он стоит на 5.59 А основной будильник на айфоне на 6 То есть, если этот не раз будет То тот точно раз будет А вот когда просыпаешься от вибрации Очень приятное на самом деле чувство И сразу бодрячком Да, у Fitbit Force, кстати Нет именно у Force Нет умного будильника Это было одним таким большим достатком Кстати, они отозвали всю партию Force Поэтому топовое А что там случилось? Там у 1,17% населения Появилась энергетическая реакция На материалы Да, и кстати Об этом я узнал на MVC Ну вот мы были Когда на MVC 2014 Мы подошли на стенд Я говорю, почему нет Force Меня так девочка отвела И объяснила Но об этом, я думаю Мы поговорим уже во второй части Правильно я понимаю? Да, наверное Разделим, да Да, давайте, ребята Пойдем на вторую часть Да, переходим Пока 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 Продолжение следует...